МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моя кровь кому-то поможет, а еще если и жизнь спасет, то вот, наверное, из-за чего я здесь. Человеческая кровь незаменима. Тяжелые травмы, ожоги в зоне риска роженицы и младенцы. Люди с различными онкологическими заболеваниями нуждаются в переливании ее компонентов на постоянной основе. Сдать кровь и спасти жизнь – современный гуманный акт здоровых людей по силу каждому. Любой гражданин Российской Федерации, неважно, где он проживает, это единственный важный момент, это то, что он должен быть прописан на территории Российской Федерации, старше 18 лет, не менее 50 килограмм веса, желательно без каких-либо хронических заболеваний. Сергей Волков под эти параметры идеально подошел, отложил все дела, получил освобождение с работы. Быть причастным к спасению человеческой жизни для него важно, честно признается, решился не сразу. Заинтересовался вопросом, стал читать на разных форумах, сайтах, как это происходит, как ты должен подготовиться к этому всему вопросу. И все, и потом выбрал для себя какое-то время, выбрал центр крови. Стать донором стало еще проще. Благодаря мобильному приложению «Служба крови» потенциальному донору достаточно ввести данные о группе крови и резус-факторе и наглядно увидеть, в каких медицинских организациях ее не хватает. Красный цвет говорит об острой нехватке заданной группы крови, зеленой в достаточном количестве, а желтой необходимо пополнить запас. На данный момент у нас наблюдается, скажем так, недостаток, да, первой и второй группы крови, но это практически всегда. У нас очень серьезная трансфузионная активность. Что это значит? Это значит, что многие пациенты нуждаются в переливании компонентов. И порой они нуждаются на постоянной основе. За сутки до донации важно исключить жирную и пряную пищу, вредные газировки, молочные продукты, обезболивающие препараты, алкоголь. Полноценный завтрак перед сдачей крови обязателен. Паспорт и СНИЛС необходимо взять с собой. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.